К нам Макс Покровский присоединяется прямо сейчас, и я очень благодарен, спасибо, спасибо, что согласился со мной поговорить, спасибо. Ты знаешь, у меня не про песню... Добрый вечер. Не про песню первый вопрос, а, кстати, где ты? Можем мы об этом рассказать? Конечно, Нью-Йорк все знают. И давно ведь, да, не сейчас, не 24 февраля уехал, ты там был? Нет, 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 мы переехали в Нью-Йорк 6 лет назад. Сразу оговорюсь, когда до войны я не очень говорил слово переехали, потому что я жил на две страны серьезным образом, и сейчас, после того, как война началась, уже вот здесь я сел. Ты знаешь, я короткий спин-офф нашего разговора, я тоже 6 лет назад уехал из России, жил на две страны, и мысль о том, что я переехал окончательно, и, видимо, надолго, и надо как-то интегрироваться в то общество, где я живу всерьез, ну, то есть становиться тем человеком той страны, где я сейчас живу, не забывая о России, она ко мне пришла несколько всего месяцев назад. У тебя этот момент какой-то наступал, наступил, или ты чувствуешь, что ты вернешься в Россию, как только сможешь, в любой момент? Нет, этот момент не наступал, но я изначально, я родился с желанием быть человеком мира, я всегда об этом говорил, и я шел к тому, чтобы быть таковым, опять же, с юных лет. Просто вот так получилось, жизнь сложилась, что 6 лет назад мы физически, опять же, не переехали, а стали жить на две страны, вот, поэтому сейчас мне особо перестраиваться не приходится. А тебе говорят в Америке, ты русский, когда ты, например, по-русски заговариваешь, и тебе становится неловко, или такого не бывает? Мы здесь не очень много общаемся, разумеется, те американцы, с которыми мы общаемся, их достаточно много, в принципе, для нас, для семьи, они все прекрасно понимают, это часто очень смешанные семьи, вот, и там все очень хорошо понимают, кто мы и чем мы занимаемся. Если же я отвечаю на районе, ну, на блоке, мы живем на, в основном на афроамериканском блоке, здесь, в общем, такой очень уважаемый у нас народ, они не все знают, что и кто мы, просто мы очень тихие мирные соседи. Вот, и если чуть дальше блока, если просто на районе пройтись и с кем-то заговорить, естественно, никто никакого негатива, я не знаю, естественно это или нет, но либо такие люди, либо у меня на лице написано, что если мне задать в негативной коннотации вопрос, русский я или нет, именно, ну, как бы с претензией, то ответ от меня будет весьма конкретный, внятный, возможно, жесткий, но тем не менее. Вот это, кстати, важный момент, на самом деле, потому что, ну, я замечаю, что, когда мне говорят русские за войну, мне хочется прям, знаешь, из кожи вон вылезти, и иногда неприятные слова сказать, потому что я верю, что это не так. Но я не очень понимаю, чем моя вера. Моя вера основана на общении с моими друзьями, и на том, что я вижу в России, я уверен, что те люди, которые против, они или сказать не могут, или находятся под таким спудом, под таким спудом, что им, ну, очень непросто это делать. Те из них, кто вылезают и говорят, это просто какие-то совершенно отчаянные люди. А как их поддержать? По поводу спуда и да, и нет. Больше да, потому что фактически да, но для нас, для моей семьи, для меня лично, это длинная-длинная тема, долгая тема, что было раньше, курица или яйцо. Я сейчас, наверное, не буду на эту тему разглагольствовать, потому что это действительно время. Вот. Я считаю, что сейчас уже настолько все очевидно, что любой человек, любой даже малопросвещенный представитель любого малопосвещенного слова, слоя общества, может понять, что происходит. Вот. Но это не отменяет давление, собственно. Вот. Как людям помогать, мы поняли. Как помогать людям, тем, которые принадлежат к нашей форме жизни. То есть, помогать, в частности, и себе. Это очень четко нам показали наших два последних сингла, коим являются поколение Z и назад Россия. А по тем комментариям, которые приходят от вменяемой части населения, понятно, что мы можем. Просто это, знаете, как крушение корабля произошло. И вот мы появились на поверхности, выставили буйки, вот эти вот светящиеся фонарики. Вот мы здесь, вот мы живы, мы хотим дальше продолжать что-то делать, дальше продолжать общаться. И насколько мы понимаем, для людей, которые находятся по стране, я имею в виду, Россию в глубинке, это было в какой-то момент очень важно. Услышать песню поколения Z и понять, что они не одни в своих мыслях. Я один раз, кстати, по поводу клипов, я видел у тебя там комментарии в клипах, очень разные. Ну, естественно, люди, которые поддерживают антивоенные движения благодаря. Приходят люди, про которые я не всегда уверен, что они боты, которые проклинают. Я вообще никогда не вступаю в эти разговоры с начала войны, потому что, ну, считаю, что вот да, ты поешь в песню, и этого достаточно. Ты все сказал, что хотел, я выступаю вот здесь на экране в ютубчике, и тоже, в принципе, все понятно, что хочу, могу сказать и так, да. Один раз себе позволил, один раз Маргарита Симоньян написала, что она военный преступник, больше не стал. Ну, это было просто в начале войны, мне хотелось зафиксировать для себя этот момент, тоже потому что это очень странный жанр, писать известному человеку что-то, что он сам на самом деле про себя знает. Ты вообще как на эти комментарии все реагируешь, там, вступаешь в битву или нет? Иногда я пишу где-то в инстаграме, даже, может быть, ботом, просто чтобы прошли другие, потому что есть какие-то стандартные формулировки от них, которые идут из методички. Я это делаю мало и редко. Вот мы отвечаем на какие-то комментарии в ютубе, ну, примерно по тому же принципу, в особые какие-то дебаты на эту тему вступать, разумеется, нет большого смысла, и свою точку зрения мы, собственно, подчеркнули в клипе «Поколение Z», где при всем обилии хороших... Макс, откуда оно взялось? Максим, скажи, откуда взялось «Поколение Z»? Оно выросло вместе с нами, мы по возрасту, часть этого странного поколения, на самом деле, размазанного по многим поколениям, оно должно было появиться на наших с тобой глазах. Мне кажется, что я понимаю, как это происходило. Да, я очень хорошо понимаю, как это происходило. Как это происходило в моей индустрии, в музыкальной индустрии, когда пришло серое, здесь пришло нечестное, а его прославили как честное. Когда тот, кто стоит на третьей строчке в рейтинге вот этих вот, ну, в псевдо-рейтинге, которые заработали на зиговых концертов, когда он всю жизнь говорил о том, что он честный, что рок честный, противопоставлял свою честность, это все, ну, он не достиг больших высот просто потому, что он, ну, как бы, у него музыка херовенькая, он не талантливый. А те, кто чуть поталантливее и чуть поустечивее, они с псевдогероическими позами, с псевдо-вот этими фразами. Серега, тот, который, Серега, в смысле, Серега Галанин, не Серега, рэпер, Серега Галанин, который возглавил, тот Серега Рэпер, вообще, не знаю, он тоже, по-моему, там, не говорил ничего, не знаю, что он делает. Говорил, говорил сегодня, он сказал, он, я тебе потом сейчас расскажу, что сказал тот Серега, это очень иезуитская фраза. А, знаешь, что сказал Серега? Серега сформулировал примерно так, здорово, что в Европе отменяют русскую культуру, все запретное притягивает, интерес к ней только подрастет. Я уверен, что он понимает, что все совсем не так. Это манипуляция на уровне, смотрите, как мы вас крутили на одном месте, зачем, ну, я не знаю, зачем я тебе это комментирую, мне тебе, что ты думаешь об этом. Не-не-не, ну, я просто, вот, я реально не очень в теме, что делает, я где-то слышал, я почему, собственно, себя по губам и хлопнул, я где-то слышал, что он тоже творит такие вот какие-то вещи, но просто не был уверен. Я не буду комментировать этого Серегу, просто потому что должен получше понять, что он делает, но если он это сказал, ну, ну, чувак, ты рэп читаешь, ты типа за правду, браток, посмотри, как я рэп прочитал, окей, я тебе это говорю, Максим Покровский, это тот Серега рэпер, а этот, который рокер, что я там по него говорил-то, а, ну, в общем, опять, ну, то же самое, я даже не хочу время тратить, вот, канал у вас хороший, эфир, ценная вещь, время, этот прокончилась война и так далее, уже кто только не высказался. Так вот, твой вопрос, откуда взялось это поколение Z? Не только оттуда, разумеется, сейчас многие, наверное, думают, что я все сужаю и все привожу, все свожу к своему жанру, разумеется, свожу к своему жанру, разумеется, сужаю, потому что здесь я разбираюсь, в этом я прожил жизнь, конечно, все шире, но как один конкретный пример, это так, получали слова, были, повторюсь, приняты вот эти героические позы, и таким образом эти ребята посодействовали поколению Z, его развитию. Странный момент, многие пели про свободу, и вообще петь, ну, рок про свободу, это такой, ну, как бы, да, такой штамп, да, рокер должен петь про свободу, ну, от разных вещей, но как можно петь про свободу, серьезно, при этом пытаясь поработить других, то есть как бы свобода только для тебя, или это свобода не настоящая, слова они не имели никакого смысла? Об этом, обо всем прекрасно сказал в своих интервью недавних Артемий Троицкий, это тот человек, которому просто по работе, что называется, положено говорить такие вещи. Я-то, в принципе, сейчас чисто формально совершаю с точки зрения профессиональных некорректных действий, потому что я обсуждаю своих коллег, но время военное, и я сам для себя эти правила немного изменил, потому что это сейчас надо делать, вот, поэтому, а как можно, как можно это делать, я не знаю, наверное, надо спросить вот этих ребят, но, с другой стороны, что их спрашивать, они, это очевидные люди, я в последнее время все время это говорю, те, кто поехал зиговать, они очевидны, они даже, они даже интересны, ну, с той точки зрения, что там, я не знаю, грустный клоун, веселый клоун, я уж не знаю, какой там злой клоун, я не знаю, какой они клоун, но с ними все понятно, я никаким образом не понимаю. Слушай, ну там есть один нюанс, там есть один нюанс, смотри, там есть один нюанс. Вот они получили деньги в рублях, и этот вопрос меня, кстати, сильно триггернул. Я сейчас объясню, почему. Они получили деньги в рублях, и эти деньги помогут им жить в России. Они их потратят в России. А ощущение, что они не могут никуда уехать. И, возможно, кто-то из них там, знаешь, приходит домой и говорит, да хрена, что ж такое-то. А почему не смогли уехать они, а смог уехать ты? И есть ли в этом причина того, что эти 10,5 миллионов рублей так важны для Сергея Голанина, что он просто деваться никуда, деваться никуда не может? Хороший вопрос. Не забыть бы мне и не запутаться бы. Не знаю, сам ответ на него. Не забыть бы мне все, что я хочу сказать. Во-первых, деньги небольшие. То есть, ну, они какие-то, но они небольшие. То есть, реально можно было бы за это заломить ценнички побольше. Вот. Я не могу сказать, сколько я бы заломил, мы бы заломили. Просто потому что, ну, мы бы, мы эта ситуация как-то, ну, я не очень готов даже гипотетически рассматривать. Меня аж, фу. Вот. Это, во-первых. Ты никогда там не ездил в предвыборные туры? Ты никогда не ездил? Нет? За Ельцин не пел? Ездили мы это, мы это много обсуждали. Это часть нашей истории, голосу или проиграешь. Мы ездили. Тогда, тогда, очень давно. И сейчас идут, ну, какие-то там, у нас нет никаких дебатов. Мы недавно это обсуждали с Ильей Яшиным. Правильно ли мы сделали? То есть, Илья. Я рассказывал о том, что тогда, на такой-то момент времени было, ну, как бы, вот в нашей тусовке музыкальной некое такое вот понимание, что не ехать. Если деньги нужны, а ехать реально не западло, поехали заработать. То есть, вот так. Чуть более тепло могу сказать про союз правых сил, которые нас нанимали на работу раза два, по-моему. Мы там среднее дефис хорошо заработали, и ни разу за это не стыдно. Вот. Голосу или проиграешь, опять же, сейчас большие, как бы, могут быть на эту тему, я не знаю, сомнения, разные мнения. И мне-то все равно, мне, какая у меня история, я же никуда не баллотирую. Я могу все спокойно говорить о том, что я делал, какие ошибки совершал. Радь бога. Вот. Поэтому, как бы так. Вот. Очень хороший тезис, что они не могут никуда поехать. Это и как я, смог я или нет. Значит, во-первых, я давно уже собирался, и о чем я в начале нашей беседы говорил, что я давно собирался быть везде. Меня очень раздражала всю мою жизнь одна вещь. Дико раздражал вопрос, с какой целью вы приехали, и когда вы собираетесь уехать, когда проходишь паспортный контроль. Я мечтал, чтобы мне этот вопрос не задавали. И когда мне здесь, в США, стали задавать вопрос, как долго вас не было, вот это уже хороший вопрос. И затем вы уезжали. Вот это хорошее. Тут мне сейчас кто-то прокомментировал. Только что читал комментарии на поколении Z в YouTube. Вот, ему что-то в Европе с визой у него. А вчера кто-то написал, его, тебя надо депортировать. Чудачье, блядь. Меня нельзя никуда депортировать. У меня все хорошо с визой, не волнуйтесь. Вот. По поводу того, что эти не могут выехать. Это очень важный момент. Все, что мы делаем, это в самом большом смысле слова инвестиции. Поэтому я счастлив, что каким бы богатым ни был бизнесмен или олигарх, которому нет пути в свободный мир, для меня кружка пива в Бруклине так и стоит. Сколько там, 5-7, я не знаю сколько, давно не ходил, долларов. А для него это может быть и миллион, и два, и все равно не хватит. Поэтому кто из нас богаче, зависит не только от того, что мы можем купить по деньгам, а что мы можем себе позволить, на какой территории находиться. Поэтому, возвращая к ребятам, которые в команде Z были в концертах, ребята, я хочу вам сказать, вы в своей России заработали свои доли миллионов, а некоторые даже миллионы рублей. Потратьте их. Рубль сейчас не так высок. Но если вы когда-нибудь соберетесь приехать в США, уж тем более с концертами, я приложу все усилия для того, чтобы иммиграционные службы США были в курсе того, кто сюда едет. Они тебе ответят. Как мы могли бросить своих людей? Они нас слушают, они бы остались одни. Пусть они пойдут и вытрут попу со своими ответами. Просто попу вытрут. Мне совершенно все равно, что они ответят. Ну что, у меня нет с ними диалога. То, что сейчас было, то, что я сейчас сказал. Мы так любили говорить с Сережей Раскиным, который был директором в свое время группы Новгосвело. О, тут, 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 одну минуточку. Это не диалог. Это монолог. Я сказал, ты услышал. Пшел вон. До свидания. Смотри, есть один важный момент. Ой, зачем я это сказал? Момент вообще не важный, но для меня очень дорогой. Если нам сейчас поставят лайки те люди, которые нас смотрят, а лайки не поставили, то тебя увидят больше людей в Ютьюбе прямо сейчас, а не в записи. Мне бы этого хотелось. Нас там смотрят много людей, а лайков меньше поставьте. Простите, что клянчу, но это важная вещь. Я даже не клянчу. Это просто необходимо нам всем с вами. Это очень хорошая вещь. Щелкну сейчас на лайк. Один рок-н-ролльный пришел комментарий, прям, как мне кажется, от Константина Иванова. Кто бы ни был этот человек, Макс в дуй гному. Спасибо большое. Да-да, спасибо большое. Я услышал этот комментарий. Я могу сказать только одно. Мы делаем то, что мы можем делать. и участвуем в этом псевдопр... Это даже не праздник жизни, в этом кошмаре жизни, в этом антипразднике жизни. Слушай, это очень странная вещь, ты понимаешь? Я тебе сейчас скажу одну вещь. Подожди, это важный момент. Извини, что перебил. Извините, зрители, за то, что перебиваю. Мы должны развлекать людей, чтобы нас больше смотрели и слушали, чтобы рассказать о том, что нам кажется важным, в том числе и о страшных вопросах войны. И в первую очередь сейчас о них. Так устроены люди, которые не лежат непосредственно сейчас под снарядами, что они обращают внимание на это, если им интересно. У меня постоянно здесь диссонанс. Я не понимаю, как себя вести. Мне нужно, чтобы лайки ставили. И надо делать так. Но мне важно это сделать для того, чтобы я дальше про Азов Сталь рассказал. Если ты мне дашь совет, как правильно себя вести, я буду дальше это делать до конца этой программы. Я не знаю, насколько я интайтлд, насколько я имею право. Но у тебя вот это то, что больше, чем у меня. Я скажу так. Во-первых, я, если можно, использую эту возможность, я очень-очень серьезно скажу о том, что мы ногу свело. Абсолютно отрезанные от России, отрезанные, ну я имею в виду не информационно, а физически, отрезанные от концертов, должны каким-то образом действовать и выживать. И то, что сейчас просто уже невозможно произносить, и за что хочется ударить себя по губам за это слово лайки, я вас спрошу, пожалуйста, ставьте их здесь. Пожалуйста, идите на наш канал, на ногу свело, и подпишитесь, и поставьте эти лайки. И, к сожалению, вот эта самая валюта сейчас очень важна. Я ничего не могу сделать, это так. Что касается того, надо развлекать или нет, я приведу такой пример. «Назад Россия» — это наша четвертая антивоенная песня. Ну, по крайней мере, с того момента, когда, собственно, началась война. Вот, самое-самое свежее. Была песня «Нам не нужна война», затем буква «Зю», поищите, посмотрите, пожалуйста, затем «Поколение Z», и теперь «Нам не нужна война». Мы пробили стену, вот эту стену, не слыша ни нас, извиняюсь за кривые слова, только с третьей песни. И когда мы говорили на эту тему, по-моему, с Яном Шен, который сейчас в «Новой газете Европа», спасибо им за поддержку нашего последнего сингла, Ян говорил, подтвердил, что, как ни странно, законы шоу-бизнеса даже здесь сейчас работают. Точно так же нам приходится продвигать песню, вот, в настоящий момент, последний сингл, повторюсь, «Назад Россия». Огромное спасибо всем, кто перепостил. Огромное спасибо несколько часов назад Александру Невзорову. Это нужно, и нужно, чтобы люди как-то услышали. Очень странно и очень смешно говорить о том, что законы... Я не... Я не... Возвлечение. Но так или иначе, привлечение человеческого внимания. Они работают. Вот. Мне немножко от этого жутко. Но у меня нет времени понимать и рассуждать, да или нет. Я просто принимаю как аксиому да. И если некий... Прости меня, Господи, законы влечения, повторюсь, будем считать законы привлечения человеческого внимания, работают, давайте им следовать, если они него не оскорбляют, если они никого не обидуют, если они не являются свидетельством нашего какого-то вот такого, ну, очень... Извините за эти слова. По... Кандисенден, патронайзен отношения, то есть такого, ну, как это слово правильно сказать? Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня просто есть... Менторского. Патронирующие. Патронирующие, да. Менторство, да. Менторство, да. Слушай, ты знаешь, я тебе расскажу, какое у меня бывает очень сильное впечатление, как у зрителя, от чего слезы на глазах наворачиваются, такая глупая сентиментная, наверное, ну, в смысле, они очень легкие на первый взгляд, но прям не могу ничего с собой сделать. Когда музыканты солидарно вместе записывают какую-нибудь песню против чего-то или за что-то, ну, там, в помощь людям, попавшим в землетрясение в Гаити в трудные условия, или против войны во Вьетнаме, или было такое несколько раз в России. Иногда, мне, кстати, честно говоря, даже не всегда согласен с темой, но просто сам факт солидарности людей, которые пришлось договориться вместе, чтобы вместе встать около микрофона, ну, очень разных. Я же понимаю, что эти люди, наверное, между собой, может быть, даже не общаются. Это вызывает всегда зрительский катарсис. Спасибо, что вы ради нас договорились на то, чтобы вместе что-то исполнить. Ты не думал о том, что что-то такое антивоенное нужно сделать вместе, с кем-то, как-то, прямо сейчас? Я с этого начал. Первая песня «Нам не нужна война» была задумана как общая песня. Это было задумано в первые... Окей, если не часы войны... Не, я даже сейчас не побоюсь сказать, что первые часы войны. И нам, к сожалению, этого сделать не удалось. Я хотел в хорошем смысле полентяйничать, написать слова для припева и, может быть, для своего куплета. Я хотел потом уже, когда процесс пошел, понятно, нелегко, ну, теперь уже понятно, нелегко, написать какие-то запасные строчки, фразы, если кто-то не хочет писать для себя. Потом выяснилось, что я был просто каким-то странным юношей-мечтателем. Этого не получилось. Как видите, песню в оригинальной версии «Нам не нужна война» исполняю просто я. То есть это ногу свело. Во второй версии это песня фичуринг министра обороны Сергея Лаврова. Посмотрите, пожалуйста, тоже у нас есть лерит-видео на YouTube-канале. Видите, постоянно об этом говорю. Вот. То есть вот так. Это, повторяю, это не получилось. Я могу сейчас очень злостно. Министр иностранных дел Лавров. Да, кстати, ты знаешь, я когда тебе сказал про Серегу... Извини. Я одну вещь хочу просто уточнить для наших зрителей, чтобы не получилось внезапно, что мы ввели в заблуждение тебя, и ты про другого человека подумал. Я имел в виду шнура, конечно, когда говорил про Серегу, а не рэпера. Возможно, мы с тобой не того человека, а хайли с горяча. О-о-о-о-о-о. Это важно. Отметили, да? Ладно? Того Серегу оставили в покое. Стоп, стоп, стоп. Давайте остановимся. Повторяю. Что касается рэп-исполнителя Серегу, слава богу, что мы это все сказали. И если мои слова... Ну, вот этой цитатой... Я, разумеется, беру свои слова обратно, касающиеся рэп-исполнителя Сереги. Я ничего не знаю об этом. Что касается Сергея Шнурова, я хочу тогда произнести отдельные слова. Давайте тоже зачеркнем те слова, которые я сказал по поводу некоего Сереги. Вообще... Конкретно, давай сразу, да, сразу, да. В концу программы. По поводу Шнурова. Значит, я по поводу Сергея Шнурова вот так вот держу рот на замке. Потому что Сергей Шнуров не является моим коллегой. Сергей Шнуров — это некий политический деятель, у которого есть какая-то своя политическая программа, которую я не знаю, которую я не хочу знать, просто потому что у меня нет времени ее изучать. И я хочу знать что-то, что нужно знать впереди этого. Вот, соответственно, некий политический деятель, поддерживающий свои политические и общественные телодвижения с помощью околомузыкальных произведений, которые развиваются на его сверхпродвинутом, ну, по крайней мере, сверхбогатом подписчикам на канале, это просто не мое поле деятельности. Понял тебя. Максим, просто чтобы успеть коротко один вопрос и очень короткий ответ, очень тяжелый вопрос. Если снаряд упадет на большой российский город вследствие войны, война же такая вещь, снаряды падают же не только на одну сторону, они же могут на разные стороны падать. В этот момент россияне проклянут войну или сплотятся и будут хотеть ее продолжать дальше. Как ты думаешь, Данил? Сегодня я отвечу, я дам россиянам кредит, и я отвечу, что сплотятся. Уверен я в своих словах? Нет. Большую вероятность я даю тому, что они сплотятся. Да, я даю этот вонючий перевес в один процент. Я даю 51 процент. Вот. И я даю нам всем вот этот самый кредит в виде вот этого одного процента. Спасибо тебе большое. Макс Покровский у нас на связи. Фронтмейл группы Ногу свело. Я призываю вас ставить лайки в YouTube-канале Макса Покровского, продвигать его песни, послушать их, во-первых, как и я это сделаю сегодня вечером. Давно не слушал ничего. С начала войны, честно говоря, не лезло, а сейчас сделаю. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.